Ну что, друзья, всех снова приветствую! Сегодня мы посмотрим обновление по игрушенции Planet Nomads версия 0.8.14.0 Называется Joint Locking and Light Coloring Или совместное блокирование и световая раскраска Да простите вы уж меня за мой английский, он совсем плох Оно небольшое, но, как я понял, разработчики написали, что много людей просили, собственно говоря, эту тему добавить И мы ее сегодня посмотрим Поэтому серия, скорее всего, будет не очень длинная Но, тем не менее, у нас будет еще достаточное количество стримов и видосов в формате 30-40 минут Где мы будем с вами что-то строить, перестраивать, создавать, я не знаю, что-то проверять В общем, будут у нас еще видосы, будут стримы и все будет у нас с вами, ребят, хорошо Кто не видел, что это за штука такая, это у нас переносная база универсальная Она у нас летает на винтах, не с очень большой скоростью, но, тем не менее, она передвигается Ее можно переносить в абсолютно любой биом И здесь у нас есть различные штуки, которые необходимы для крафта Ну и, собственно, буровые установки, отдельная, как бы, часть, да, всей этой эпопеи Очень крутая штука, они стоят, не закопанные в землю и даже что-то добывают Вот видите, тут у нас уранчик, серебро, углерод, в общем, работает Рекомендую, кто не знает, что, ну, не проверял или, может быть, хотел спросить, будет ли работать такая конструкция Она действительно работает, но у нас еще будет время все это дело проверить Давайте вернемся с вами к обновлению Значит, как вы поняли, все это дело у нас будет в основном связано со светом С различными светящимися элементами, с лампами, с маяками, которые у нас светятся И давайте перейдем к ее обзору, так сказать Значит, есть у нас вот такие вот коннектора Они называются коммутаторы Давайте, чтобы я вас не обманывал, мы сейчас перейдем куда-нибудь вот сюда Перейдем в энергию, собственно Да, это у нас коммутатор Коммутатор оптимизирует использование электричества Позволяет связывать несколько источников энергии с коммутатором И распределять между другими блоками Значит, что он нам дает? Когда мы подключаем его к каким-нибудь приборам, да То у нас все вот эти линии, они были белые Теперь разработчики сделали так, что можно все это дело менять То есть они добавили RGB-подсветку на лампы, на маяки, на всю остальную движуху, которая светится И на вот эти вот лучи соединения в том числе Как это работает? Сначала я не понял Дело в том, что если мы подойдем, например, непосредственно к лампе Здесь у нас добавили вот такой вот режим, который называется изменить цвет К нему мы вернемся немножечко попозже Но такой фичи нет на коммутаторах То есть она как бы отсутствует Все достаточно просто, ребят Мы сейчас берем наш мультитул Переходим в цветовую раскраску Для этого необходимо нажать среднее колесико мыши Единственное, которое там есть И, например, выбираем красный цвет Теперь мы это все перекрашиваем И лучи у нас вот такие красненькие становятся Давайте проделаем то же самое теперь с другим коммутатором Вот таким вот образом Теперь здесь у нас все желтенькое Почему соединение между коммутаторами не окрасилось? Разработчики тоже об этом упоминали И сказали, что единственное соединение, которое не будет изменять свой цвет Оно будет оставаться белым Это соединение между двумя такими коннекторами Или коммутаторами Давайте посмотрим другие цвета, которые здесь есть Собственно, синий, оранжевый Не очень сильно отличается от желтого Но тем не менее Давайте посмотрим вот такой вот еще Кстати, по-моему, это синий Короче, неправильные какие-то цвета Но, в общем, вы поняли Теперь вот такой вот цвет Не очень сильно он отличается от белого Чуть-чуть вроде бы насыщеннее, да Давайте посмотрим Вот такой вот черный Но он какой-то становится сереньким Серенький, видите? Он тоже типа чуть-чуть темнее, чем стоковое соединение Давайте возьмем розовый какой-нибудь Он у нас красноватый Ну, собственно говоря, и все Вот так это, ребят, все у нас и работает Коричневый давайте еще посмотрим Вот такой вот рыжий прям Прям рыжо-оранжевый Вот такой вот у нас получается цвет Ну и, собственно, вполне себе неплохо Все это работает Не то чтобы этой игре это очень сильно нужно Но, не знаю, можно побаловаться Сделать какие-нибудь габаритные огни На нашем транспортном средстве На нашей базе На ползающем, летающем, ездящем, плавающем транспорте Мне это было не нужно Но если кто-то просил То, собственно говоря, пожалуйста Давайте посмотрим теперь Как у нас будут работать наши лампы Смотрите, мы их включаем Они у нас полностью горят белым И давайте менять, собственно говоря, цвет Переходим теперь в режим И вот таким вот образом Посмотрите, как падают тени То есть она не окрашивается полностью, да, в красный цвет Она вот вроде бы как Как бликует И цвет, например, как мульситуле При окрашивании коммутатора Выбрать его нельзя Можно просто вот в этом круговом окне А в круговом меню вот таким вот образом Его выбирать поочередно Можно, в принципе, посчитать Какие цвета где находятся Запомнить их Как бы их здесь, в общем-то, немного Но, тем не менее, они есть Давайте сделаем разного цвета Все эти лампы Вот, например, зеленый будет Здесь пусть какой-нибудь будет синий Здесь Ну, что-нибудь Что-нибудь, я не знаю Желтенькое Так, зеленый у нас есть Хорошо Ну, немного, ребят Немного цветов Вот видите, как интересно освещается Значит, у нас лампа Которая горит просто белым С этой стороны она подсвечивается желтым А с этой стороны она подсвечивается голубым Или бирюзовым Какой еще цвет можно выбрать? Да, в принципе, не важно Главное, чтобы вы понимали Как это все у нас работает Давайте возьмем Давайте возьмем Вот такой вот еще цвет Ну, и вот такой вот потолок Диско обновления, в общем, у нас заехало В принципе, все достаточно неплохо Где это можно применять? Это можно, ребят, будет применить Например, для поиска Понятно, что есть маяки При помощи маяков можно искать Наше транспортное средство Плюс перейти в режим таба И тогда будут подсвечиваться Вот эти вот поворотные направления На наших винтах Вы помните, что на стриме Мы очень долго искали Нашу летающую фуру Было у нас такое произведение искусства Но вы мне тогда подсказали нажать тапчик У нас подсветились вот эти вот Все поворотные моменты И действительно искать стало Намного проще Теперь я вынес специально Значит, вот сюда лампочки Давайте мы их, наверное, с вами включим Видите, красным цветом они у нас горят Если мы сейчас отбежим На какое-нибудь расстояние То мы увидим, какая красота У нас вокруг базы То есть, в принципе, можно сделать из нее елку Со всех сторон Значит, с одной стороны будет у нас зеленый свет С другой стороны красный, желтый, синий И так далее То есть, вот такая вот тема Не несущая, в принципе, никакую смысловую нагрузку Но, не знаю Можно делать теперь яркие скриншоты Какие-нибудь Они серенькие На самом деле, лучше бы разработчики Поработали над механикой некоторых блоков И они поработали над механикой некоторых блоков Но Это выглядит так себе Вот давайте мы пойдем Теперь посмотрим, как это выглядит Очень круто свет пробивается, кстати, через базу Я думаю, что если подкрутить тени Подкрутить, значит, настройки Повысить графику на максималочку Детализацию Но в основном обнова связано с тенями И По идее А это должно смотреться еще лучше Сейчас мы играем не на ультра А где-то вот Чуть выше среднего На высоких Есть еще маяк Здесь тоже можно менять Его цветовую гамму Вот, например, красный, зеленый, синий Собственно, как он светит Мне больше нравится, честно говоря У него прям такой сочный, ровный свет Не такой, как у ламп Которые находятся внутри Так, теперь, что касается по поводу механизмов У нас есть роторы И есть шарнир Есть еще лебедка Но лебедку трогать мы не будем Там, в принципе, все понятно Вкл-выкл Что они сделали? Они добавили просто по одной Кнопке По одной, ребят, кнопочке На Как бы так правильно нам это все сделать Давайте мы вот сюда поставим Они добавили по одной кнопочке При помощи которой можно включать или выключать По умолчанию, когда мы ставим ротор или шарнир Он у нас выключен Вы помните, что мы пытались когда-то на ротор, например, установить Солнечные батареи Вот я сейчас вот здесь его, например Нет, вот здесь мы его с вами поставим Соберем Возьмем, например, какие-нибудь кубики И сделаем Сделаем опять такой же самый Пропеллер Или винт Для того, чтобы Можно было продемонстрировать В принципе, ребят Можно было бы уложиться в две минуты По этому обновлению Но хотелось бы все подробно разжевать Рассмотреть Значит, смотрите Создаем мы вот такой вот Крестик Ёпта Смотрите, как прикольно Отражается все Прям, знаете, цвет металла такой Когда он переливается Так, здесь готово Ну и, собственно говоря Нашим телом Давайте я перейду в режим от третьего лица Мы могли бы двигать этот самый крест Но по умолчанию Когда мы ставим этот самый ротор Он не может двигаться Но как только Мы включаем вот эту вот кнопочку Включаем эту кнопочку Переходим в режим от третьего лица Теперь мы можем вращать вот это все дело Карусел, карусел Кто успел, тот и сел Вот так это все, ребят, работает Если, например, нам эту часть нужно Эту часть нужно опять обездвижить Мы, собственно, подходим к ротору Нажимаем опять Выключение Кнопочку, да Вкл-выкл Ну и все Ребят Она уже не двигается Я не знаю, где это может пригодиться Обязательно напишите Но мне хотелось бы, чтобы разработчики добавили Я не знаю, угол какой-нибудь Работы шарнира и ротора То есть, чтобы было Чтобы было 15 градусов Возможность ставить 35, 45 Лучше, чтобы это была гибкая система настроек Можно было бы создавать Какие-нибудь шагоходы Отрубили мы себе кусок потолка Но это не страшно Я потом починю Вот здесь, кстати, тоже не очень удобно Хотя Надо бы, наверное Надо бы, наверное, поставить нам этот самый потолок Потому что как раз Будем проверять Будем проверять Мне придется туда падать А я не хочу туда падать Значит, вот она наша потолочная панелька На двоечку Ставим Переключаемся на Т Вот Создаем Замечательно Давайте вот это все подкрасим Ну и что касается шарнира Шарнир у нас работает, в принципе, точно так же Мы ставим сюда рычаг для демонстрации Переходим в режим мультитула Все это собираем Переключаемся в вид от третьего лица Я хочу его сдвинуть Видите, я бегу в него Он не работает Но если мы подойдем сейчас непосредственно к этому шарниру Нажмем вот эту кнопочку Он начинает уже сам, видите, заваливаться Не подумайте Не подумайте ничего того, что Типа разработчики добавили Работу шарнира в автомате Нет ни хера подобного Дело в том, что у нас база стоит на перекошенном участке земли Он просто сейчас находится в свободном плавании Но если я буду вот пытаться его как-то загибать в стороны Естественно, он будет загибаться Если мы хотим его каким-то образом обездвижить Мы опять подходим к этому шарниру Нажимаем кнопочку Он застывает у нас в одном положении Ну и мы можем что-то с этим придумать Вот что мы можем с этим придумать, ребята Обязательно пишите в комментариях Потому что интересно Хотелось бы, чтобы добавили больше функционала Всем этим движущимся частям, роторам, шарнирам Лебедку мы не касаемся Там тоже можно вкл-выкл делать Собственно говоря, ничего Ничего такого Обновление небольшое То есть, либо на 60, либо на 90 Я уже не припоминаю МБ И хотелось бы чего-то более глобального Вот эти яркие моменты Это, конечно, дико замечательно Но мне этого недостаточно Так что, ребят, пишите, что вы думаете в комментариях Хотели ли вы такой функционал в Planet Nomads На сим прощаюсь С вами был Юрий Котс Всем пока, друзья Всем до новых встреч Скоро обязательно увидимся Субтитры сделал DimaTorzok